Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И польские грибочки, их совсем мало Получится примерно 1,5 литровая баночка Но мы их тоже закатаем Для нашего маринада нам понадобится Соль, лавровый лист, перец горошком черный Гвоздичка и уксус Соль и специи мы будем ложить в рассол В котором будут вариться наши грибы А уксус мы будем ложить непосредственно в банку Грибочки мы наши выложили в кастрюлю Вот в эту кастрюлю мы выложили маслята А вот в эту польские Польских совсем мало Теперь будем замерять Я специально замерю для вас, сколько мне понадобится воды Вот в маслята я влила пол-литра воды Сейчас перемешаю все Смотрите Пол-литра вполне хватает жидкости Для того, чтобы закатать наши маслята Больше воды сюда не надо Сейчас будем смотреть, сколько пойдет На наши польские грибочки Я думаю, хватит вполне стакана Берем, вливаем стакан в наши польские грибы Вполне хватает, даже слегка много Но меньше стакана я не налью Потому что мне нужно высчитать Сколько нужно будет примерно положить соли Поэтому я наливаю стакан А лишнюю жидкость, которая останется Я просто вылью Теперь у нас кастрюлька с нашими грибочками Именно белыми молоденькими Я влила 750 миллилитров воды Думала, стакан и пол-литровой банки хватит Уже, что маловато Выливаю оставшуюся воду с пол-литровой банки Если что-то останется лишнее из рассола Мы его просто выльем И все Будем ставить на газ Итак, наши грибы мы поставили вариться уже на газ Лавровый лист, гвоздичку и перец с горошком Мушистый Я ложу просто по несколько Из расчета на литр по несколько штучек Допустим, 2 горошинки, 3 перца Гвоздичку, 1-2 ее много ложить не нужно И 2-3 лавровых листика Это из расчета на литр воды Теперь будем ложить наши специи Вот я беру 2 листика, бросаю там, где у нас литр воды 3 горошинки, где литр воды И 2 гвоздички Дальше идем, где у нас пол-литра воды Значит, мы бросаем 1 листик 1 гвоздичку И 2 горошинки И теперь кастрюлька, где у нас совсем мало Стакан всего лишь Жидкости воды То есть маленький самый листик ложим 1 горошинку и 1 самую маленькую гвоздичку бросаем Теперь будем все перемешивать Сейчас будем добавлять соль Соль я вам скажу, сколько надо на литр воды На литр воды, то есть нашего маринада Мы положили столовую ложку без горки Ну, с маленькой горочкой, без большой горки Соли положили А вот в эту теперь, которая маслята В которой пол-литра у нас было воды Маринада Ложим вот так вот, пол столовой ложки Но попробуем Если будет мало, мы немножечко добавим Рассол должен быть такой хорошо соленый Не пересоленный, но соль должна чувствоваться в рассоле И сейчас будем добавлять сюда Сюда я даже не знаю, сколько Сейчас попробую на кончике Но я хотя бы на глаз ложу Я специально для вас сняла, сколько нужно Но вы ложите одну столовую ложку соли На литр жидкости, которую вы вольете То есть маринада вашего И пробуйте Если не соленая, то добавляйте еще немножко соли Потому что соль тоже бывает разная Пробуйте И должен быть ваш маринад хорошо соленый Грибы наши покипели 15 минут После того, как я добавила соль Они уже соль в себя впитали Потому что вода практически не соленая Совсем чуть-чуть только Хотя изначально очень хорошо Она была соленая, когда соль закинула Значит, будем сейчас закатывать Если вы любите более соленые грибы Вы можете положить чуть больше столовой ложки Допустим, полторы столовой ложки на литр маринада Так как мы не любим сильно соленое Нам хватает одной ложки Итак, наши грибы мы уже сняли с газовой плиты Сейчас будем разлаживать по баночкам И закатывать баночки Я заранее стерилизую в духовке Так мне удобно Будем мы через воронку налаживать Тоже так удобно На баночки не попадает у нас рассол И в каждую баночку на донышко Мы наливаем вот такую вот Чайную ложечку кукса Уксуса 9% Вот он В эту баночку я уже налила ложечку Уксуса 9% чайную Сейчас буду залаживать наши грибочки Сразу ложим грибы Потом, если не хватает маринада Доливаем маринад Вот так вот переставляем И добавляем немножечко маринада Чтобы наши грибочки были слегка закрыты маринадой И теперь берем И еще одну чайную ложечку Уксуса на наши грибочки Берем вот такую вот винтовую крышечку И укупориваем Все, наши грибочки готовы Вот они В баночке нашей Отставляем в сторону Будем закатывать следующие Таким же образом То есть на полметровую баночку У нас идет 2 чайные ложечки 9% уксуса Одна ложечка на низ чайная идет Другая наверх В сам маринад мы уксус не добавляем Это немного Нормально получается Грибочки хорошо стоят Если кто-то не любит уксус Либо кажется, что много Можно будет потом грибочки промыть Здесь у нас варится Последняя наша кастрюлька с грибами Это которые белые грибы Но которые были покрупнее Я их закатываю отдельно Грибочки наши я уже закатала Вот верхние 3 вот эти баночки Это были которые самые маленькие Молоденькие самые были у нас Получается белые грибы На низу белые грибы Которые покрупнее Вот две баночки Я ближе вам взяла Вот здесь две баночки маслят Это все пол-литровые А вот здесь баночка Которая лежит одна Это у нас баночка С нашими польскими грибочками Вот такие они у нас Кому понравился рецепт закатки моих грибов Ставьте лайк Он у меня универсальный Для всех грибов Я все грибы по такому рецепту закатываю Кому не понравился дизлайк Подписывайтесь на меня С вами была я Елена Волчек Всем приятного аппетита Грибочки очень вкусные получаются И до новых встреч Рецепты пропорции Будут в описании под видео